Друзья, сегодня мы опять поговорим о Т-образных ключах от Максима Тюнера. Ну, как вы уже хорошо знаете, что у нас представляют такие ключи. Ну, вот как английский T-bar, то есть рукоятка Минель, как у нас работает. Для чего были вообще спроектированы, так сказать, и составили альтернативу обычным шведским ключам, которым работают настрощики эти ключи. Дело все в том, что в моей практике я работаю с инструментами, которым уже самые молодые 30 лет. Вот, поэтому экономия посадочного места от колок, вот как в нашем случае, допустим, можно показать, это у нас инструмент так называемый диспансерный, то есть у нас, видите, чугун вот здесь идет, который у нас закреплен, да, здесь вот он саморезами и вклеенными частями гомербанк. То есть у нас гомербанк сразу выходит, ой, пардон, вербербанк выходит на колок, да, то есть у нас нет вот так называемого окошка, да, как вот бывает в чугунных инструментах, в чугунах, значит, рассверленный, потом идет пробка деревянная, а потом уже колок. У нас непосредственно идет нагрузка, значит, вертящего момента, крутящего на колке. Поэтому, так как инструменты уже имеют некоторый износ, а можно сказать, уже в некоторых случаях и полный износ, да, мы вынуждены работать вот с гафрокартоном, впрессовывая его и все из этого исходящее. Поэтому, если, допустим, говорят мне, работать таким ключом невозможно, да, я целиком и полностью согласен, что для настройщика этот колок ключ представляет, скажем, большую угрозу, да, потому что работаем мы, вот, допустим, если технику посмотреть ключа, вот, ну, скажем, вот этого, да, когда я работаю, я могу работать правой, левой рукой, да, значит, вот такой у меня может быть ход, да, может быть, я вот так вот насадил мне удобно, допустим, с левой руки, так его проверну. Могу одновременно двумя руками, то есть это я чувствую момент, как у меня идет смещение струны, допустим, на повышение чаще, да, то есть на понижении я не работаю, потому что у меня не приходится, чтобы... Вот даже вы говорите, когда вы работаете, вы без звука слышите расстояние, да, действительно, в процессе практики вы уже будете знать, какое количество, то есть вот прилагаемой силы необходимо, чтобы на заветный звук выйти. Это техника уже непосредственно. Но что представляет собой, опять же, Т-образный ключ, вот в нашем случае? Здесь мы видите основание, то есть сама рабочая часть, она сделана так, чтобы по возможности вот этот ключ был универсален, работать вот в малой октаве, у нас, видите, сосредоточение идет, вот, надо показать, вот, вот, что они друг на дружке калки, поэтому внешняя стенка по возможности, она должна быть толстая, как она у меня исполнена, чтобы, опять же, давление было больше, скажем так, да, меньше оно распределялось на грани, и таким образом береглась у нас вот эта вот граневая часть калка, которая у нас вращается, которую мы вращаем, он вращается калок весь, вот, но от ремонтного ключа, который обычно продается в комплекте, допустим, инструментов, вот, и этот ключ, и этот, у нас, у нас, само отверстие рабочее, на котором насаживаем, да, калок, оно у нас сделано конусообразно. Почему на конус? Потому что у нас здесь сам по себе калок представляет конусную фигуру, да, вот он его, если посмотреть, его хорошо видно, что это калок, поэтому и ключ под калок должен быть необычным, допустим, чтобы он граневый был, как у нас обычный ключ, да, там, для автомобиля, для каких-то технических, так сказать, решений проблем, связанных с техникой. Почему, допустим, работать трудно? Да, действительно, Т-образным ключом работает, скорее, ремонтный, да, если, допустим, в западной классификации эти тип-бары идут, у них вот эта вот часть, скажем, рукоятка, да, как так называемый в русской транскрипции вороток, к слову, да, она вообще закреплена, то есть у нее нет движений, и как вы будете, скажем, вот здесь работать? То есть видите, а я могу и справа, и левой рукой здесь вот ее, как хочешь, провел, и, соответственно, у меня, допустим, в басовом диапазоне, пожалуйста, вот какой последний, никаких проблем перекинул, как хочешь, его и работай. То есть это преимущество над тем, что, скажем, есть, то, что касается граней. Граней. Ну, а когда, значит, например, мы сможем, допустим, какой-то проблемный или что, вот ключ, который, в общем-то, я работаю здесь уже, скажем, не на рукоять, что вот так справа и слева, хотя можно так работать. Здесь я работаю в особо тонких случаях, когда, чтобы прочувствовать, вот он у меня как работает, вот я насадил его, да, и вправо-влево могу вращать сюда и сюда, то есть у меня работает запястье. Конечно, устает рука, безусловно, то есть травматические последствия нехорошие, но я чувствую всеми, скажем так, гранями, как вот он у меня обхватил, вот это движение. То есть от классического, допустим, метода или способа настройки, да, когда работают на удар, да, с прижиманием, скажем, с выбиванием, с подломом, я все время, по сути дела, хватая его чуть не пальцами, вот колок, берегу, опять же, посадочное место и вращаю его в нужном мне направлении. Вот. Почему универсальный называется ключ? Да потому что вот у нас, как, допустим, не стал он держать, оборвалась струна, я могу при помощи этого ключа, что сделать? Сделать ремонтно-восстановительную работу. Обычным ключом восьмигранном вы, это, к сожалению, выкрутить, вы его выкрутите, но потом надо, как обычно, опять же, московская школа, там, русская, надо его забить, а значит, повредить место, значит, у нас ресурс выйдет из строя, как говорится, и мы потеряем весь инструмент из-за какого-то одного колка, которых здесь ничем много. Вот. То есть наш универсальный ключ, так скажем, граневый, или можно назвать его конусный, да, конусный, он предназначен для настройки. Настройка долгая, 5-6 часов идет инструменты, очень муторно, конечно, все это, но мы в процессе настройки, так как мы ограничены, скажем так, в движении, да, чтобы мы лишнего не двинули, потому что у нас слишком большой вот этот момент, да, вот это сцепление, скажем, он схватился, и мы, ага, вот так с давлением или меньше, вот, по звуку мы слышим, не слышим, когда медиатором работаем. Мы осознанно, когда мы работаем, как можно меньше его двигаем. А, соответственно, как вывод, если мы меньше двигаем колок, то даже старый инструмент, которому, так сказать, место в музее, который представляет, скорее всего, хлам, утиль, он у нас работает, и работает хорошо, как говорится, он держит тон, и самое главное, он настраиваем, может быть, может быть настраиваемым. В отличие от того, что когда меняют на, скажем, ремонтный колок, то не всегда, не всегда, я прямо скажу, они потом работают, и самое главное, как правило, ремонтный колок может быть другого сечения, и все. Вот еще один из этих баров ключей, которые я представляю свой. Вот, если, допустим, их посмотреть, здесь, во-первых, видите, площадь грани, да? Вот, она значительно меньше, наверное, будет на видео видно. И, если вы заметили, здесь чуть больше, он тоже конусный ключ, да? Но расстояние, вот он на тот же колок, он, вот видите, с небольшим. То есть, это сделано для чего? Если вдруг конфигурация, скажем, не стандартная, не от советского колка работаю я. Так, к чему я призываю? Почему нужен ключ в вашем хозяйстве? У вас одно пианино, вам недоступен настройщик. Вы заказываете на кузнечном, то есть кузнечное прессовое производство должно быть, в том регионе, где вы будете заказывать. Вам изготавливают такой ключ, причем как вам изготавливают? Вы выворачиваете, каким-то образом изловчаетесь, даже, может быть, при помощи обычного ключа. Вот этот самый крайний колок. И на основании вот этого вывернутого колка идете к кузнецу, объясняете ему задачу, показываете чертеж, который будет приложен к видео. Вот, вы можете скачать по одному из моих сайтов. И изготовляете себе ключ. Таким образом вы можете осуществлять как настроечные, так и ремонтно-установительные работы посадочного места колка. Спасибо за внимание. Средимся на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!